Крупный план В ближайшее время планируют ввести в меню Два новых блюда Подожди секунду, ты имеешь в виду Ты видела РБК публикацию? Естественно Слушай, я не видел РБК, перекинь мне ссылку Хорошо, обязательно Да, потому что я видел сразу после пресс-конференции Ну, давай я обрисую тогда ситуацию То есть 30-го Сырники и квас Ну, сырники у них запланированы в меню То есть ситуация следующая 30-го января Ген-того года Значит, в Москве, в Макдональдсе Которая большая, сейчас не пушкарская Не помню, название еще путаю Бронная, по-моему Нет, не бронная, но боксин Была юбилейная конференция Юбилейная Номер дома точно, я помню, 29 Это исторический Макдональдс Который открылся первым в Советском Союзе Еще тогда, кстати, по-моему, он был Там, где были безумные очереди И счастливые советские люди Наконец увидели амбургеры Вот, потрясающая вещь, значит И в честь вознаменования этой даты Руководство Макдональдса Оно организовало пресс-конференцию На которой был Марк Харена Который нынешний директор Как бы Макдональдса по России Генеральный И Хамид Хамзатович Хазбулатов Который с 91-го года возглавлял Макдональдс по России В Восточной Европе Насколько я знаю, он сейчас От оперативного управления отошел И благодаря помощи своих московских друзей На них, на этой пресс-конференции Оказалась ваша покорная слуга То есть, естественно, с вопросом про квас Который, когда же он, наконец, станет Макдональдс Почему? С 15-го года возникла мысль Еще в 15-го возникла мысль О том, чтобы оказаться в меню Макдональдса Она несколько такая фантастическая мысль Почему? Потому что в меню Макдональдса В России ни одного русского продукта нет А именно То есть, они закупают, конечно, картофель Там еще что-то Ингредиенты Ингредиенты, да Но я всегда шучу на эту тему Что полуфабрикат Это все-таки не русский продукт То есть, какое-то у него даже название неправильное То есть, ни одного русского брендированного товара В меню Макдональдса нет Я знаю из общения со своими друзьями В Москве Что даже кавказцы пытались То есть, теченцы пытались ставить какие-то продукты Грузины пытались проталкивать тархуны, я помню Напиток Да, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то Но ни одного варианта, при котором Макдональдс это провел бы, не было То есть, и крайне сложно добраться вообще до первых лиц компаний Это большая, серьезная компания С хорошими ногами в обороте Ну, о чем говорит там Макдональдс знают все Макдональдс знают все Это 700 точек в России Это очень хорошие обороты, очень хорошая прибыль Ну, такой, вполне, мирового уровня компания Все нормально То есть, естественно, посылать письма в Макдональдс Никому не рекомендуют И бесполезная трата времени Мне не удалось связаться с руководством Даже через менеджеров Там, через среднее звено Там, через топов даже выходил Там не получалось диалога Почему? Потому что, в принципе, квас сам по себе Вот отдельно как продукт Ну, Макдональдс, он практически не интересен По причине того, что большую часть прибыли Они заработают на котлетах То есть, и причем у них контракт с Кока-Ковой Настолько приятный и хороший Что зачем им кто-то, кто будет портить им еще отношение с Кока-Ковой Ну, понятно, есть уже давний поставщик напитка, да Ну, там же вдобавок ко всему еще и в случае Пепси У которых контракт как раз с Бургер Кингом То есть, разные сети с разными брендами работают Да, но они, Бургер и Макдональдс, они конкуренты Так вот, у Бургера, допустим, жесткий контракт с Пепси У Макдональдса такой же с Кока-Ковой В обеих случаях, ну, чтобы было понятно, как вообще производятся вот эти сладкие газировки То есть, это завозится сироп То есть, Кока-Кова компания сама, она производит сироп Она не производит бутилированную То есть, вот, кстати, надо очень хорошо понимать, что бутилированные все эти продукты Это другие компании Это люди, которые получают франшизу на разлив Не больше того Это не Кока-Кова сама Кока-Кова продают только сироп То есть, они привозят большое количество сиропа Потом прямо в Макдональдсе на кране это все газируется Разводится И вот ты газироваешь Грубо говоря, это сифон стоит фактически, да? Ну, понятно, заливаешь сироп Ну, мы все дома делали газировку в советское время, да Та же машина абсолютно сифонная стоит То есть, понятно, что объемы сиропа очень велики Все прекрасно Макдональдсу класс не очень интересен То есть, но в моем понимании мы туда попадем То есть... Хотя вообще у Макдональдса, насколько я понимаю Все-таки практика такая есть в разных странах Они пытаются в разные страны Вводить какие-то именно национальные элементы в меню Или национальные продукты То есть, вот, ну, я просто сталкивалась Там можно где-то в приморских странах Обязательно есть какие-то там рыбные блюда Да, с морепродуктами, еще с чем-то То есть, они так-то вот идут, скажем так, да Тут очень интересный момент Дело в том, что когда ты можешь купить ингредиенты для своего блюда Прямо на месте, да? Ну, а почему нет Вот у потребителей сейчас объясню Там Марк Каренок раз хорошо говорил Значит, у местных потребителей есть интерес, допустим, к креветкам В средиземноморских странах они, да, там это делают Или наоборот, там что-то... Я видел потрясающие примеры бургеров с макмагаронами Это в Японии Ой Да, да, да Вот Так вот Продукты, которые ты можешь купить Ты же покупаешь обезличенный товар Угу И предлагаешь все их под маркой Макдональдса То есть, если посмотреть, даже вода, которая стоит бутилирована Все равно компании, которые аффилированы с Кока-Ковой Ну, по-любому Угу Существуют контракты очень жесткие за... То есть, ты выбрал количество Кока-Кова или Пепси-Кова Вейсельта-Бургер Если ты их не выбираешь, этот объем Это же семизначные штрафы, причем не в рублях То есть, они заинтересованы в том, чтобы продолжать плотное сотрудничество Конечно, конечно С теми поставщиками, с которыми работают Это сложности мы сейчас описали Почему к вас не появляется Нет, они, вот И с 15-го года мы начали их бомбардировать Я имею в виду Вопросами на тему того, не пора ли поставить Значит, кроме молчания, грубо говоря, мы не видели ничего Я пытался найти какие-то входы-выходы Оказалось, что даже связываясь с топами, ты не получаешь нужного результата И вдруг образовалась эта пресс-конференция То есть, благодаря московским друзьям, которые скинули мне адрес по аккредитации То есть, я смел связаться с пресс-службой Макдональдса И оказаться там, среди вот московских изданий, которые там были Это было то же самое Пушкинское, я все-таки, по-моему, 29 адрес Вот Все было очень замечательно, в каком плане? Во-первых, я умудрился Видимо, благодаря опять везению и наглости И не знаю, чему еще Но я все-таки умудрился пробраться, хапнуть микрофон И задать вопрос Это первое Это Владимир Малатов умеет Мы все это видели, да Видимо, там какие-то навыки есть Значит, и, во-первых, задать вопрос Во-вторых, там действительно присутствовали Как спикеры Присутствовал Марк Карелли, который генеральный Он американец У него хороший послужной список Мне вот завтра пишут серии Гарри Я, наконец, опубликую всю эту историю в СМИ Вот Ну и сегодня можно допечатанный вариант сделать То есть у Марка хороший послужной Он управляющий там в Униливере Где-то в Нидерландах Ну, типичный американский космополит безродный Который на прекрасных... В хорошем смысле этого слова Да, 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 на прекрасных управляющих должностях Это генеральный директор, управляющий директор и так далее Вот Говорит он только по-английски через переводчика Слава богу, у меня какое-то понимание еще английского осталось даже Вот И это был первый человек А второй человек был не менее замечательный Как раз был Хамит Хамзатович Хазбулатов С 91-го года возглавляющий Магдональд по России и по Европе И я оказался То есть случайно, ну, как всегда Случайно дали вопрос человеку Вот последний человек остался Дайте ему вопрос Вот я оказался Ребят, скажите, вот Марк, там, Хамит Хамзатович Со всем уважением Вот мы делаем вязкий класс Ну, как всегда, там, делаем давно, очень хорошо Вопрос А у нас есть мечта Вот как звезда на небе Какая же волшебная мечта Оказаться в меню Макдональдса С нашим классом Есть ли у нас шансы, товарищи? Есть ли у нас возможность? Сначала я услышал развернутый Очень длинный ответ От Хамина Хамзатовича Который наш человек Это русский, да? Ну, он чеченец, конечно Но это русский человек Россия Да, причем Ну, да С 91-го года, естественно Человек, который Прекрасно знает То есть, начиная с Пушкова С которым они вместе, собственно, и открывали Первый Макдональдс Да, да, да Вот, то есть, он такой Наш человек И наш человек, говоря, очень просто Говорит, ну, пробовали мы в 90-х Воткнуть квас в меню Он не пошел Просто не пошел То есть, не пользовался способом Нет, тогда это абсолютно понятно Потому что, представьте себе, в 90-е Когда... Не, ну, я представляю Открывается первый Макдональдс Да все сходили с ума от Кока-Колы Да, что вы хотите там видеть Естественно, не квас Конечно, да Естественно, не квас Сейчас только мы немножко повернулись Лицом К отечественному продукту К отечественному потребителю Он говорит Ну, в принципе И показывает пальцем вверх Если один человек Имеется в виду Вадим Ильич Путин И решит, скажет Поставить Ну, поставим Я говорю Отлично, Хамит Хамзатович Попробуем, чтобы сказал Это был намек на пресс-конференцию Это, понимаете, самое памятное Дело в том, что там узнали Большое количество людей Как ни странно, еще память об этом Забавном событии сохранилась А Марк Карена Который не очень хорошо понимает Пресс-конференцию Путина и так далее И вообще Русская модель Ведение дел Когда кто-то сверху Когда президент страны Может сказать И в Макдональдсе появится квас Это как бы не совсем понятно Товарищу из Америки Не ясно Вообще там другие процессы Другие структуры Но он говорит простую вещь То есть если потребителям это понравится Если это будет интересно Мы, конечно же, поставим То есть сырники Говорим на английском Но сырники Он уже выучил Сырники и квас Квас Они рассматривают То есть квас Предположительно Они будут смотреть Будет ли он в меню С сырниками Они вроде бы определились То есть я думаю Что настало время Непрерывно напоминать Марку и Хамиду Хамзатовичу Что квас должен стоять Ну Хамид Хамзатович молодец Он заявил Что да Квас будем пить Уже когда мы говорили Вне пресс-конференции Все совершенно замечательно Мне чем понравилось Повеселило Даже скажем так Когда Единственный отклик От пресс-конференции По Макдональдсу Я очень удивился Ну видимо Там были Десяток телеканалов Там десяток Другой изданий То есть очень такие Прилично одетые Хорошо выглядящие Молодые Не очень молодые люди С камерами Ну все очень серьезно Очень попало Серьезные издания Да серьезно Но единственный отклик Был на тему того Что Макдональдс заявил Что сырники квас появятся То есть никаких других Публикаций Но тем я не видел вообще И печально конечно Что там не отмечено Что этот вопрос задал Один забавный человек Из Кирова Ну как-то приятно было Я надеюсь Что я найду все-таки Записи Это смешной вопрос Хороший интерес И выложу Ну вот так где-то То есть посмотрим Как дальше будут развиваться события Потому что Я думаю Что мы поставим В вязкий квас Во все три торговых сети Основные То есть ну а остальное Там типа Дода Пицца Или нашего Донара Ну я думаю Что подтянутся автоматически Это сейчас О каких сетях Идет Ну смотри То есть есть у нас Тройка Которая на топе впереди Это Макдональдс То есть мы о сетях Быстрого питания Конечно Конечно Макдональдс Кэфс Бургер Кирук Да Вот эти трое ребят Которые категорически Не хотят ничего с нами Общего То есть Ну они играют молчанку То есть Ну это не потому что Они такие плохие Просто система такая Это система Да То есть это Годами проверенный алгоритм Значит мы Алгоритм я думаю Сломаем Немножко Посмотрим Как это будет На практике Будет ясно Я думаю Через месяц Примерно Вот Но Они играют Вот Это слова Марка Карен Квас мы рассматриваем И слова Хазбулатова о том Что квас будем пить Они стоят Дорогого В том плане Что ребята уже заявили То есть дальше Мы будем как бы Налаживать какой-то диалог Ну это Говорю Это время Это усилия Самые разные усилия Ну и тут еще История ведь такая Квас это квас Но вы-то будете стараться Чтобы это был Вятский квас Нет Вятский квас Макдональдс Нет В том-то и дело Сейчас огромное Не движение даже А структура Тренд На тему того Что ставятся товары Ноунейм Без имени Ну СТМ Без опознавательного сна Или под своей маркой Да Ну вот как Допустим Безалкогольное пиво Вятище Оно продается В магазинах Вкусвил Но единственное Что отмечает Это то что это Вятище Это пробочка На которой уготит Вятище Так это под своей марочкой Идет Вкусвил Кстати По ходу матча Вкусвил взял Наконец-то Зеленое Безалкогольное Конечно же 31 Под своей маркой Со своей этикеткой Они взяли первую партию Буквально в понедельник Она уехала О То есть вот она буквально Вот-вот на полках Должна появиться Вот-вот Буквально сегодня-завтра Она должна уже стоять В Москве Там 50 магазинов первых Ну если все будет хорошо Замечательно Вкусвил нам покажет результат Ну что Там тысяча магазинов То есть Сеть большая Ну опять же Это очень смешные ситуации Когда Ты встречаешь Какого-нибудь Серьезного Богатого Происпевающего Вятского Естественного Человека Который гордо заявляет Что ни в коем случае Не пьет вятич Вообще нет Безалкогольного Вятича я не пью Да Не пью Не пью Я покупаю Только во вкусвилле Когда ему Объясняется Что ты пробочку Смотрел Это когнитивный диссонанс Человек вдруг понимает Что все Что до этого Называл Из вкусвилла Это немножко Не из вкусвилла Это вятич Вот Это смешно Забавно И как бы Будет продолжаться Я думаю Потому что люди Любят когнитивный диссонанс Владимир Давайте к вас Увернемся Если можно Да Я хотела еще спросить Мы в прошлой нашей программе Говорили о вашей поездке В Калужскую область Там я напомню В планах у вятича Построить предприятие Как раз предприятие По классу Я не помню Из какого фильма Эта фраза Ничего не было Так Значит нет На самом деле Я шучу конечно На самом деле Об итогах поездки Мы говорили Об итогах поездки Мы говорили Вы подбираетесь к Москве Да Но Нюанс в чем Вопрос воды То есть мы Вы строили завод Подмосковья В Калуге Да В Калужской области Это в Орсен Это парк Мы выигрываем по логистике То есть мы получаем Серьезную очень экономию С точки зрения доставки До потребителей И теряем по воде Потому что вода Там примерно В 3-4 раза Получается дороже Чем Кировская Там и плюс Там требования Качественные Для производства продукта Нужна хорошая Качественная вода Да То есть мы Сейчас Обмениваемся Документами И письмами С Калугой Мы будем Как-то это решать Приземлять Но окончательно О том Что мы действительно Делаем все это Я думаю Март То есть мы сможем Заявить о том Что начали строительство Где-то в марте Где-то в марте Примерно через месяц Не исключено Что мы начнем тянуть Не исключено Но тогда Это будет уже Не экологию Скорее всего То есть мы К марту Определимся Действительно ли В Каужской области Я правильно понимаю Что сейчас вопрос Идет вот о чем Насколько это Действительно Снизит издержки Конечно Потому что Ведь строительство Это тоже огромные деньги То есть вот Сегодня с утра Я отписался Экологию наконец На тему того Как и что То есть Ну посмотрим Что они ответят То есть я Все-таки предполагаю Что решится Это положительно А варианты-то есть По поставке Качественной воды Есть варианты Но нет Дело в том Потому что там они сейчас Пусть думают На самом деле Решают Как им эту проблему решить Потому что Мы не самые крутые Из инвесторов Это понятное дело Но цифра там Весьма приличная И для экологии Это хорошо Потому что Это и рабочие места И производство И налоги Которые в экологии То есть вот Все вот это Я думаю Под влиянием этого Они найдут способ Сделать нам хорошо Что называется Хорошо Ждем марта Ждем марта Ну да Где-то марта не раньше И переходим Собственно говоря Как раз к марту Мы и переходим 8 марта Международный женский день Мы говорили об этом Мы вокруг этой даты С Владимиром Маматовым Крутимся Крутимся Летние 31 безалкогольные Которые Вообще-то Вот по замыслу Владимира Маматова Должно появиться Как раз На полках наших К этому дню Да Мне почему-то хочется Это вот Есть такая вещь Называется Мои хотелки А есть суровая реальность Которая выглядит Не всегда аппетитно Скажем прямо Вот Разные люди Разные обстоятельства Все очень проблематично Всегда Но хотелка следующая То есть Марта Летняя 31 безалкогольная Менее плотная Гораздо более легкая Чем зеленая 31 безалкогольная Но самая фишка В нем Это появление В трехлитровой упаковке То есть Но так как Законом запрещено Я не знаю Безалкогольная касается Но безалкогольная Безалкогольная не касается Но я насколько помню Там просто такие сложности С переднастройкой линии С одной тары на другой Нет Мы будем делать очень просто Мы попробуем Сейчас мы возимся С двумя Андреями С компанией нашей Кировской И с новосибирской компанией Которая тоже занимается Упаковкой Мы возимся То есть Я думаю Что на этой неделе Будет ясно Вообще мы с дюжем Не с дюжем Потому что Я хочу Чтобы эта упаковка Выглядела Для потребителя В первую очередь Просто шикарно Отлично Красиво Здорово То есть Это как В молодости Гориль по ферме Чтобы было Так чтобы Наш потребитель Которого мы любим На самом деле Кировский Он брал это С чувством Глубокого удовлетворения То есть Не просто он взял Там что-то Взял с душой Что называется Мы с Владимиром Говорили Что замысел такой Летний 31 безалкогольный Две бутылки По полтора литра Но упакованные Вместе И продающиеся По цене Более выгодные Чем брать отдельно Две бутылки То есть Если мы Сейчас умеем Додуматься Упаковка Это кажется Очень многим Это важно И люди думают Что Главное Что по цене Было дешевле А как упаковывать Нет Это фигня А полнейшая Потому что Ну Как бы Веречь идет Об имиджи компании То есть Если мы делаем Что-то Для своих людей То давайте Мы сделаем это хорошо Ну это опять же Мое убеждение Тем более что Это март Ну да И 8 марта Это вот отдельный Прекрасный момент Вот То есть Так пока Как-то будет Где-то Мы заявим О том Что мы Летние 31 безалкогольное Наконец Вот так И так Будем делать Я думаю Это примерно 15-20 февраля То есть уже будет ясно Через две недели Примерно То есть мы начнем Рекламу примерно Вот так пока Ну вот Я говорю Упаковка Это моя мечта Не знаю Как получится Плюс Это удорожает Плюс Хорошая упаковка Плюс Естественно Ты теряешь прибыль То есть на стоимости Упаковки Это не очень мало На самом деле Вот Ну я верю Что руководство И владельцы завода Вячи все-таки Прислушиваются К моим аргументам И мы сможем Сделать что-то Действительно интересное Еще две недели И собственно говоря Будет понятно Как это будет выглядеть Хорошо Еще один Безалкогольный сорт О котором мы тоже говорили Это премиальный сорт Безалкогольного Русского Имперского Стаута Который вы Планируете выпустить К юбилею Карла Карла Отто Шнейдера Да Основателя завода Ровесник Вадимир Ильича Ленина То есть Фактически Это наш Основоположник То есть Вот есть Основоположник Основоположник Коммунистической партии Вот я сейчас столкнулся Поднимаюсь на радио Сергеем Павлиничем Естественно Мамаем Вот я сразу Вспомнил Вадимир Ильича Там вот Все Как все связано Да-да-да Вот Ну наш Шнейдер Одноготка С Владимиром Ильичем 150 лет Им исполняется Мы запустим Продажи 29-го числа Скорее всего Вероятность Этого велика Надо еще Как-то договориться Скорее всего Мы Разместим Этот безалкогольный Русский имперский Стал 150 бутылок По количеству лет Да Совершенно правильно 150 бутылок Которые будут продаваться 150 часов То есть Мы начнем Продажи 29-го И закончим их Через 6 дней Грубо говоря А 29-го В какое время Вы начнете продажи Это уже известно В момент Когда разрешена Продажа Ага С 10 утра Получается Ну да Хотя безалкогольная Можно и раньше продавать Может по-моему и раньше Ну сориентируемся на 10 Скорее всего Ну я так понимаю Что вы еще будете Наверное С партнерами вашими Через кого будет реализация Да Договориться Ну это Скорее всего Одна сеть Единственная Кировская Которая обеспечит нам И расположение на полке Идеальное И так далее То есть да Это будут очень дорогие Очень подарочные Это ручная работа Все Все абсолютно Да Вот Мы попробуем То есть мы В честь как бы Товарища Шнайдера Загоним Эти 150 бутылок Посмотрим на отзывы Безалкогольного Конечно Естественно Как только мы выясним Что русский Перский Безалкогольный Сталт Пошел хорошо И отзывы отличные И люди понимают Наконец Мы Скорее всего 90% Вероятно Если получится Первый этап Опять же Тут пока Как говорила Моя покойная бабушка Не говори Гоп Пока не перепрыгнешь Да Но я надеюсь Что получится И тогда мы сможем Разливать уже В 0.33 Это русский имперский Сталт Безалкогольный И тогда У большинства Кировчан Появится Финансовая возможность Пробовать Причем это Действительно коллекционный Действительно редкий Высочайшего качества Сорт То есть И Задача очень простая Вот надо как-то Чтобы люди понимали Что пиво Которое производит Вятич Безалкогольный Разумеется Вот А это Продукт Очень качественный Очень приличного Настоящего качества Не говоря о том Что мы пускаем Вот эту линейку Фрэш 31 день Там все понятно У нас нет конкурентов На этой полянке Вообще Ну и нет Потому что Не выгодно просто Делать это Возможно Делать только там Где есть предприятие Когда в красное и белое По-моему Завозится Тоже с очень коротким сроком Безалкогольный Естественно Вот Ну Какой-то Афанасий По-моему Из Твери Безалкогольный Завозится Но Безалкогольный Афанасий Из Твери Со сроком Годности 28 дней Это очень Какой-то Смутный вариант То есть Такой Смутный вариант Вот А у нас Вариант не смутный У нас Ну и может быть Небольшими партиями Там еще Мы не знаем К сожалению Вот То есть Премиальный шнейдер Премиальный Безалкогольный Конечно Безалкогольный Премиальный шнейдер Это то Что должно случиться Я думаю Что должно случиться Объемы большие Там никогда не будут То есть Это рассчитано На аудиторию Может быть Там 5-10% Населения Максимум Мы говорили С Владимиром Почему это стоит Дороже Это гораздо дороже Просто из-за сырья Потому что Очень сложное сырье И очень Длительный процесс Производства Очень большое количество И очень длительный Срок Производства То есть Понятно дело Что это не может быть По той же стоимости Что и обычные варианты Все Но я Практически Но то и премиальный Безалкогольный Я практически уверен Что люди распробуют Потому что Сравнивая с бельгийскими Безалкогольными сортами Во-первых Они ничем не лучше Но это субъективное мнение Только бы Но стоимость их По мне космическая То есть там 200-300 рублей Ну замечательно У нас будет дешевле У нас будет дешевле Говорит Владимир Маматов Ну уж если мы Заговорили про Шнейдер И про юбилей Грех наверное Не напомнить все таки С памятником И с фестивалем Мы вокруг Вот этих двух событий Крутимся На протяжении Последних наверное Месяцев двух Вот И уже хочется конкретики И я так понимаю Что в ближайшее время Станет понятно все таки В каком виде Будет памятник Возле которого Все кировчане Смогут фотографироваться Я напоминаю Да И когда случится фестиваль И на какой площадке Вот скажу честно Мы со всеми Общественными мероприятиями По не совсем понятным Мне причинам Мы слегка Навятичи буксуем То есть как бы Руководство и владельцы Понимают что в принципе Нам нужна Межкомпания И нам нужна Благотворительность То есть мы должны Тратить деньги На массовые вещи Но при этом Когда речь заходит О памятнике фестиваля У нас начинаются Сомнения Колебания На тему того В каком виде И как Чего Где должно быть Ну я очень надеюсь Что опять же Здравый смысл За который я так радую То есть Простое размышление Простое понимание процессов Они возобладают Над всеми Эмоциональными затруднениями И мы объявим Все таки О том Что памятник Мы будем делать Мы объявим То скорее всего Конец февраля Начало марта То есть ближе Все таки К 8 марта Нет Я все таки Рассчитываю Что это совпадет С выпуском Безалкогольного Русского Имперского Сталта И Митария Шнайдера То есть 29 февраля Да Раньше К 29 мы Скорее всего Заявим и о памятнике Вот так идет Так А к фестивалю Возвращаясь Фестиваль Насколько я помню Возрастное ограничение 16 плюс Мы говорили Да Ну наверное Да 16 плюс Фестиваль И площадка И С площадкой Выступающие С площадкой не определено Это раз Значит Выступающие Там есть 5 или 6 кандидатур Я смотрел список Пока тоже не определено С кем мы будем То есть я думаю Что где-то с понедельника Мы начнем уже переговоры С артистами Я Предполагаю Что мы объявим И о памятнике И о фестивале 29 Все в один день Я думаю Это оптимально Почему Потому что мы Ну потому что это оптимально Мы сможем Все вот этих Три информационных повода То есть постановка памятника Фестиваль И выпуск Безалкогольного Этого имперского стаута Мы сможем Вменить в одно И говорить Собственно говоря Об этом Подразумевая вот это И об этом Подразумевая вот это То есть это какой-то Нам даст интересный эффект Почему Потому что честно говоря Я хочу чтобы Образ Шнейдера И он во-первых Оказался на всей продукции Вятича Но это вопрос Не этого года И даже не следующего Во-вторых Я думаю что Ну я тебе говорю Как-то мы обсуждали это О том что я хочу Чтобы Шнейдер Был точно так же Как вот полковник Сандерс Есть для КФС Точно так же Чтобы Шнейдер Оказывался для Вятича То есть человек Эмблема Да Получается Потому что я не думаю Что Имеет смысл для Вятича Искать какие-то лица Там нанимать кого-то Чтобы рекламировать Лицо компании Да Что называется Мне кажется что Здесь отец основатель Да Здесь отец основатель Такой есть Основоположник Наш В один год С Владимиром Ильичем Лениным Все и нормально Вот так где-то примерно Да у меня еще такой Уточняющий вопрос Владимир Все-таки Когда будет ясность И по памятнику И по фестивали Особенно по памятнику Вот мне бы хотелось понимать Вы каким образом Будете людей информировать О том что А вот появился памятник Ну если он появится Конечно Ну появится И можно возле него Фотографироваться Ну то есть Понятно что все СМЕ об этом расскажут Да Но вот мне так кажется Что тут не только Для кировчан Это интересно может быть Но и для гостей города Которые может быть И не знают там Да Про то что На предприятии Вятич проводятся Экскурсии Экскурсии там 18 плюс Ограничения у некоторых Из них Насколько я помню Вот И соответственно На завод Вятич может быть Не придут У вас там какой-то указатель Будет висеть Где-то там вот Ну на Карла Маркса Или там еще где-то Или в аэропорту Может быть Честно тебе скажу Прямо сейчас На эту тему Я даже не думал А ну понятно Впереди сначала памятник А потом уже все остальное Давай решать проблемы По мере их поступления Потому что Если Гарантированный способ Сойти с ума Это взять Все проблемы Которые перед тобой стоят Свалить в одну кучу И зарыться Минимум зарыться Под одеяло И горько становить Вот На самом деле По мере поступления То есть Будет это Потом это Потом это Включение памятника В туристические маршруты По Кирову Да Это совершенно прекрасно Но я даже боюсь Смотреть в сторону Туристической Вообще Туристической деятельности В Кирове Потому что Ну как тебе сказать Вот я не очень хорошо понимаю Как можно проводить Туристические маршруты В городе С такой Привокзальной площадью Вот Ну просто Как Берешь гостей Сажаешь сразу же в такси Нет Завязываешь им глаза И везешь туда Где красиво Да Совершенно правильно То есть это надо Какой-то маршрут Где люди просто Не видят большую часть Кирова Да То есть как-то там Спят Во сне Там не знаю И по красивым точкам Да Да И вот только Чтобы они открывали глаза Как роботы Знаешь Вот открывали глаза Только в тот момент Когда их довозят до красоты А все остальное Чтобы не было Да Ну в таком случае Очень хорошо Что история с памятником И с фестивалем Такая немножко летняя история Потому что летом Все-таки Киров Выглядит лучше Чем зимой И весной Вот это мое Субъективное мнение Понимаешь Я вот сразу вспоминаю Можешь ли ты Василий Иванович Там в мировом масштабе Да Руководить Я говорю Нет Петька языков Не знаю Вот то же самое Я довольно хорошо Понимаю Как и что Я буду делать Святищем Да И что это Ну Тьфу-тьфу-тьфу Если все будет Хорошо складываться Вот Я очень хорошо понимаю То есть у меня никаких проблем Нету с мышлением На эту тему А вот Как только возникает вопрос Киров в целом Я вот За твоей спиной В окно радио Я вижу Большой-большой серый дом Там по-моему Несколько сотен человек Работает И все об этом думают Да И вот как раз Вот эти светлые головы На постоянной зарплате С прекрасными полномочиями Вот пусть они как-то Решают эти вопросы Не пора ли им Чем-нибудь заняться У меня всегда Я прохожу мимо это здание И думаю А чем они там заняты Черт Наверное заняты важными Важными Там иногда поздно Очень свет горит А ну да Владимир У нас остается все Времени Времени Остается Основные рэперные точки Рэперские точки Рэперные точки Да Пресс-конференция Макдональдса Зеленая 31 безалкогольная Фактически С сегодняшнего дня Начинает продаваться В магазинах Вкус Вилл Да И в ближайшее время В ближайшие недели Появятся летние 31 безалкогольные И появится Премиальный сорт Безалкогольного Русского имперского Стаута Все абсолютно правильно Именно так и выглядит Примерная дислокация Войск перед началом Благодарю Владимира Маматова Пресс-секретаря Завода Вятич Крупный план на этом завершен Радиослушатель Привет Крупный план Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова